О боже, смотри, там что внизу. Профессиональная доказательства. Смотри, я подожду, это не все. Мы что, заустряли? С какой стати? Вы меня извините. Я скандал такой ученю. А ты не снимай. Привет, ребята опята. Меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня мы не будем играть на укулеле, потому что это новые моменты жизни. Да, как вы видите, я уже вернулась в Питер, поменяла цвет волос, но обо всем по порядку. Сейчас садись поудобнее, и я тебе во всем расскажу, как происходил у меня этот месяц в сентябре. Погнали! Моменты жизни. Вот вы не поверите. Вы реально не поверите. У нас же проект был. Назывался «Навчурк на 100 баллов». И прикиньте, я теперь хожу, пока не уехала в Питер. Я снова появляюсь. К этой мадам. А на меня сегодня я плакала, ребята, чтобы вы понимали. Я, видимо, настолько все внутри жала, что у меня все пошло наружу. Чтобы вы понимали, Дарочка вообще никогда не плачет. Я ее столько лет знаю и ни разу не видела ее слез. А тут она на ягодичном мостике. Как даст мне свои слезы! Я аж растерялась, а потому что я как-то, ну, не была готова к такому развороту событий. Я сегодня вообще пропотела капец. Как будто в баню сходила. В баню так не потею, как с этой мадам, блин, пропотела. Пока я нахожусь в Челнах до 27-го числа. 27-го числа я уже в Питер обратно. Я буду ходить к ней. Ребята, сегодня че не день тут не происходит. Что вовсе сегодня у нас 1 сентября? Все началось мое утро с того, что у меня закончился интернет. У меня вообще не было интернета. Даже не могла закинуть деньги на телефон, потому что у меня интернета нет, чтобы закинуть эти деньги. В общем, че я могла себе занять. Я смонтировала все видосы уже, которые есть. Я посмотрела фильм какой-то, мелодрама! Сына Хайтвей. Че еще хотела смотреть? А, сегодня 1 сентября. И я впервые за вот это вот время пока я уже... В общем, чтобы вы понимали, мне 21 год. Я уже закончила школу, закончил колледж. Я сейчас учусь на заочке. Это значит, что мне не нужно каждый день ходить и учиться. Я раз в полгода на месяц схожу, и мне нормально. Я так рада, что я закончила уже это все. Я вообще так не завидую, кто сейчас идет в школу, в колледж. Вообще все. Мне так все равно. Ребята, это не злорадство, что вы понимали, да? Просто я понимаю, что я уже выросла. Мне оно не надо. Моменты в жизни. Рассказываю историю. В общем, когда я училась в школе, нам каждый год говорили о том, что вашу школу отремонтируют. Подождите, подождите. Вот я уже выпустилась, и только потом, когда я выпустилась со школы, ее отремонтировали. То же самое произошло и с колледжем. Я отучилась. Нам каждый год говорили, что все, мы отремонтируем, все хорошо. По итогу, что его отремонтировали, стоило мне только выпуститься. Как это работает? Мне нужно выпускаться, чтобы отремонтировали учреждение или что? Слава, что ты сделал? Пришла я, значит, к ней писать ковер, а она все что-то... Во-первых, оцените лог, это первое. Второе, она все ходит и решила строить тут генеральную уборку. Это вот, это прям очень срочно, да? Почистить стекло. В общем, это оно пыльное, оно доходное. А то есть до этого тебя все устраивало? Да. Все, пишем, пишем. Открывай свой фрутилупс. Мы сейчас напишем... Нет, фрутилупс, именно фрутилупс, напишем хит, хитяру. Хит для Моргенштерна. Итак, как мы будем писать? Расскажи нам, пожалуйста. Первое, что нам нужно записать. Сейчас мы откроем программу. Так, уже хорошо. Ты настаешь свой рекордер. Сначала записываем звук на рекордер. Не пишем. Потом скидываем всю информацию на фрутилупс и мочилы. Какие агрегаты, пошли, я уже это вижу. Филипс! Сейчас будем писать, бет-тэ! Хочу рассказать вам небольшую историю, пока она распутывает эти наушники. В общем, мы в августе собрались писать. В общем, мне сказали, что пришлют эту укулелю, мы решили подождать, чтобы с хорошей укулеле записать. Говорю, Альбина, а ты запомнил? Ты запомнила по партиям, как все должно звучать? Она мне говорила, да, да, вообще я все запомнила. И в итоге я пишу на дня, говорю, Альбина, ты помнишь, какие партии, что зачем идет? А она такая, а ты помнишь? Я такая, ну здрасте, мордасте. Сейчас будем вспоминать, какие партии мы тогда придумали. Помнишь котика вот этот? Я так слышу себя в наушниках, типец. Я опоздала. Было очень страшно. Реально, я сэканула. У меня очень страшно. На самом деле, я первый раз записываю таким вот образом. Я могу вам рассказать секрет. Историю, точнее. В общем, у меня есть пара видосов на канале, где играют две партии укулеле. И мне было так сложно это писать, потому что я это писала, типа, одновременно с видео. И я там затуплю, тут затуплю. И, в общем, вот когда вы пишете сначала мелодию, звук прям полностью, да? Track. А потом уже видео так немного легче, чем мы сразу попытаемся сыграть. Работа кипит, караван идет. Аккурель мы сейчас записали. И теперь время барабанной о салатке My First Band. Мы сейчас такой жуткий бредуль, я не могу. Вот это я хочу беляж. Беляж. Мы можем предложить вам самсу. Мы можем предложить вам самсу. Это разборка, пизошка. У нас для тебя такие новости, сенсация. Короче, как ты видишь, мы стоим в промежной тьме. Почему? Потому что у нас гнили проводки, блин, к херам собачьим. В какой-то стене. У нас теперь не работает свет, и мы при свечах. В томатике. Вы только посмотрите на это вообще шикарнейшее, романтичное. Я, блядь, даже не вижу, чай у меня завалялся, нет? Да. Еще хочу извиниться за... Ну, у меня с Айхоной что-то не так. Я просто поняла два видео посмотрев, что что-то не то. В общем, у нас сгнили проводки в стене какой-то. И мы будем, наверное, так сидеть очень долго, потому что нужно вызывать электрика в рабочий день с 9 до 6. Мы все работаем в рабочие дни с 9 до 6, и никого не отпустят с работы. Мы будем вот так, походу, сидеть при свечах. У нас не работают некоторые розетки, не работает свет нигде, кроме как в коридоре из нашей спальни. Ну ладно, хоть на кухне все работает. А так мы будем сидеть и ждать. Я не знала вообще, кого отпустят из нас, либо мы будем сидеть и ждать, пока приедет Даша. Ну вот, а пока наслаждаемся романтичными и вот нашими положениями. Это наш второй день перецвета, и мы придумали вообще идеально, идеальный вообще выход, план. Мы поставили Дашу на концевую лампу, и теперь тут вообще светло. А, и еще я почему-то, потому что я обязана сказать, что вот эта свечка, которая вчера фигурировала в видео, это то, что я действительно советую, потому что эта свечка пахнет кофе. Действительно пахнет кофе. Стоит 64 рубля в Икее. И я действительно советую ее покупку. Юля фигни не посоветует. Моменты в жизни. Ну давай, ну расскажи что-нибудь, Юлечка. Четыре меняем на абонементы дороже делаем, все. Время меняется. Да, самооценка растет, цены не падают, доллар дорожает. Гречка, наверное, тоже дорожает. Естественно. Естественно. Вот девчонок запрягла, говорит, рисуйте красиво. Почерек у нас с тобой корявый. Можете подумать, что это писал ребенок, которому 9. Но ребенку 22, и ничего не меняется. Побольше нули, побольше. И как всегда, начну с предыстории. Я не особо люблю смотреть влоговый формат на Ютьюбе. Я смотрю только и блоги, это Настя и Марины. Все, я никого других не смотрю. И в последних видосах у них есть такая вот небольшая книжечка, как для девочек. В детстве, наверное, у вас такие были, у меня такого не было. И они ходят постоянно с этой книжечкой и просят своих друзей, чтобы они заполнили там анкетку для друзей. И я прям так загорелась. Я так захотела себе такую же штуку. Я поняла, что у меня в детстве такого не было. Таких книжоночек, там секретами, мой личный дневничок. Я поэтому сегодня пошла, обошла три магазина, чтобы найти подобную вещь. Вы посмотрите, это книга для тебя. Анкета для тебя и твоих друзей. Единственный момент, в этой книжке есть 20 анкет для друзей. Я не знаю, кто сохранил столько друзей в 21 год. Например, какие, мне кажется, с каждым годом у всех меньше и меньше становится товарищей. Ну, короче, у меня друзей достаточно. Анкет тоже очень много. Я такое забабаху. Блин, я так рада. Это моя самая лучшая покупка на данный момент. Прикол в том, что 21 год, что люди обычно делают? Выходят замуж, рожают детей. Там покупают или берут в потеку квартиры, покупают машину, строят бизнес. Что делаю я? Покупая анкеты для себя и своих друзей. Теперь я буду постоянно с этой книжкой ходить и заставлять всех своих друзей ее заполнять. Вот тут реально есть, что заполнить. Вот, например, тут есть один пунктик. Забыла вам объяснить. Сейчас, секундочку, извините. Тут даже есть наклейки, потому что ваши друзьяшки могут писать свои секретики. Вам доверяют же, вы же друзья. А еще тут можно визитки. Вот, например, оформить, девочки. Такой небольшой анбоксинг. Еще столько визиток у меня. Вот, теперь анкеты для друзей. Что, вот мне очень понравился там один пункт. Что ты сделаешь в первую очередь, когда тебе исполнится 18 лет. Прикол в том, что у меня, по-моему, уже никого из друзей. Младше 18 лет уже и не осталось. Ну, извините мне, сколько нам уже? Сколько нам? Пипец, нам сколько уже? Вот так вот. Если вам интересно, как мы выкрутились в положение безэлектрического положения. А мы теперь таскаем вот эту Дашу на лампу из спальни, на кухню и в кухню спальни. Дальше. В туалете мы с фонарем, либо иногда у нас... О, видите? Иногда у нас прорабатывается свет. А в ванной, я считаю, вообще самое шедевральное, что мы могли придумать. Это вот. Мою лампу. Мы поставили в ванну, теперь у нас тут такой романтик. А еще иногда мы просто включаем свет вот так вот на кухне, когда чай попить. А когда готовить, мы уже притаскиваем. И вот такой вот у нас идет провод. Вы, наверное, подумали, что я пошутила, что я приеду в Казань девчонкам. Пф, я реально еду к ним в Казань. Это я. Девочки. Ха. Ты чё? Плаком. Капец просто. Я реально к ним приехала? Кариночка. Зачем, вы на глазном таком видите, блядь? Ужас. Покажи, покажи. Я так рада вас видеть, девочки, вы не представляете. Да, ты должна быть. Да даже сейчас снимаем. Я же не с пустыми руками к вам приехала, девчонки. Ну, короче, первый подарок такой уж. Помялась немножко к чаю. Но это не все. Самый прикол в другом. Короче, Ангелесик, это больше подарок для тебя. Я это купила. Это попадание, чем промах. Покажи зрителям. Это ожилейки попадания, чем промах. Мы узнаем сегодня попадание или че промах. Короче, я вам рассказываю, что это такое. Есть один чувак в ТикТоке, который играет в попадание че промах. Дим, привет. И сегодня мы с Русиком будем играть в игру попадание че промах. Поехали. Первое. Промах. Все засрал. Другое. Попадание. Всем пока-пока. Ангелесик у нас тоже любит играть. Я ей пообещала, если я приеду в Казань, я привезу попадание че промах. Всем привет. И сегодня я буду показывать вам свою коллекцию приправ. Поехали. Первое приправа, это вот такая приправа от Ориент. Это приправа для курицы. Вот такая приправа. Ставим. Смесь перцев дробленая. Дальше у нас идет приправа для картофеля. Вот, да, Даша, посмотри эту приправу. Я думала. Мы ляжем спать спокойненько. А она решила меня накрасить. Ночью. Сейчас будет макияж бомба просто. Ну просто нереально. Бомбическая. По всей дяди такой будет нюдовый макияж. Ну такой легкий. Легкий. Легкий на вечер. Я прям как чувствую мои черные тушки. Ребят, подписывайтесь, это мой тикток. Дальше, дальше будет выбирать тональную основу. Как тебе ощущения, Даша? Полнейшее попадание. По цвету так голову подними. Ой. Нет, нормально. Вообще четко. Ты почему такая амбражебельная? Тихо. Закрывай иглопровь и поднимай. Здрасте. Это я. Вы, наверное, меня не увидели. Не узнали. Не знаете, кто такая. Но это просто легкий макияж Ангелесика. Она каждый день так красится. Столько слоев. Я подняла так на свет. Простите. Капец. Ты меня... Ты что, у губ границ не знаешь? Ну, мы увеличили губки. Кота. Мама, следует, я смотрю, что ты неправильно поняла. Моменты жизни. Ветер дует. Неима ваерный. Она меня заманала. Ей нужно все ее фоткать. Карина аж ушла. Он у нас в лес. Карина, вперед. Давай. Расскажи, Карин, куда пришли, что делать? Мы пришли на набережное озеро Кабан. И сейчас мы будем фоткать Ангелину. На белой стене. Вот это белая стена Ангелина. Да, белоснежная. Что показать? Кабан. Вот это озеро. Говорят, что тут очень красиво. Если вы смотрите и подписаны на Ангелину, то она постоянно здесь тусят. Всем привет! И сегодня мы с Людком будем играть в группу Попаданий и Чепромах. Поехали. Сейчас. Откры. Попадания. Ти пока. 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 Прошло трех лет. Мы все-таки наконец-таки решили сделать шаблон, чтобы вы понимали. В 2018 году девушки гопытались. Это не в прошлом году было это. Я говорю, в 2018 году, два года назад. Кстати, можете посмотреть этот влог. Я вам покажу эту штуку. Тут не особо горячо. Блин. Я не знаю, что делать. Я тебе говорю, лучше бы поселили, погрызли яблоки с чаем, было бы нормально. Может, лапочка что-то тупит. Кукинг. Это вот вы готовили два часа, да? Это реально два часа. Таня, шоконтакт, мы решили я это сделать. Обалдеть, варить неистово. Это амолед. Сейчас у нас все получится. Получается на данный момент вот такое вот. Тесто над яблоками. Нет, яблоки над тестом. У нее там уже горит, полыхает. Осталось для украшивания тут еще яблочки. Одной чайной ложкой молотой корицы. У нас этого нет. Давай показывай, что получилось. Вот такое получилось. Сейчас попробуем. Карина мне сказала, что сейчас порежет. Надо сделать красиво. Снять красиво. Карина, как прокомментируешь? Вкусно? Ой, здрасте. Всем привет. Меня всегда ловят в самых ужасных видах. Я потому что думал. Что ты думаешь? Ну, наверное, я выйду так просто из дома. В чем есть, а тут... Кстати, у тебя очень хороший петербургский лук. Вот, раз. Я в Екатеринбурге купил. В Екатеринбурге купил? Вау. И волосы там покрасил. Красотка какая. Сейчас, ну все, пойдемте. Давай. Перемещаемся в мою квартиру. Ну, прикиньте, что я не знаю, видно или не видно, но я, походу, застряла в лифте. Ну, как бы, нажимай на кнопки. Ну, давай на первой нажму. Или на пятой. Я жму. Что делать? Надо было быстрее. А что, если я нажму на желтой? А, ну попробуй на желтой на канале. Да, мы застряли на пятом этаже. А я один раз так застрял. Я вообще боюсь. Просто боишься? Да. Ну, еще, знаешь, еще ладно тут. Я хоть тебя вижу. А прикиньте себе, я тебя еще не видел. Я уже расстроилась. Что? Я не успела выйти, мы с другом. Вы не плачете, пожалуйста. Сейчас подъедет, механик. Я не плачусь. Потому что ничего не получается. Я поняла вас. Ничего не расстраивайтесь. Хорошо. Вы не сидите страшно. Да? Вот не упасть, вот не переживайте. Хорошо. Я вообще боюсь. Я просто всякие катастрофы, фильмы посмотрела. Ничего не бойтесь. Это... Что это подрядника? Никогда ничего не бойтесь. Кайфуйте. Сейчас, кайфуйте. Устраиваем рум-тур лифта. Вот такой вот лифт у нас сегодня. Вот. Вот тут у нас вот такие подстилки. Это чтобы спать. Это чтобы спать. Блин, не хватает зеркала, чтобы я могла делать лифтологи. Что это такое? Я скандал такой же... С какой стати? Нет, вы меня извините. Вышла, я вышла. Скажи все, спасибо. Кратика. О боже, смотри, там что внизу. Что? Все, да, мы вышли. Спасибо. Я вам хочу рассказать историю. Последний раз у Кирилла я была года два назад. Два с половиной... Около трех. Ну, грубо говоря, три года назад. Если что, видос я вам ставлю пюх. Если мне потери каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы пожевала возле трасс, я бы стала самобедной. И когда я у него была, у него была тут такая вакханалия, творческий беспорядок. Мы тогда слушали на виниле I speak. И вот сейчас к нему пришло в гости. И я вижу, что человек вырос в плане творчества. У него есть дипломы победителей. Это я, да? Это и выходит с видеоролик. Вот пианинка, в котором сочиняют свои хиты, шлягеры. Мне реально очень нравится. Все очень гармонично, все очень круто. И сейчас нам Кирилл споет какие-нибудь пару песен. А мы это потом, мы даже сделаем... Мой папа уже сначала поспилитничает. Покрысим. Всем кости по перевалу. Еще раз. Это что, рометки? Слышишь, дождь течет по крыше, это я тебя зову. Я хочу взбираться выше, разгоняя темноту. Лето. Осень. И финал. Где ты любишь гулять? В Москве. Любимый предмет в школе? Перемена. Любимый предмет в школе? Педагогика. Реально? Да, у нас очень классная учительница, педагогика. Я хочу вам рассказать одну историю. В общем, он писал как-то песню, но я не дописал. И мне там понравилось 4 строчки из 4 возможных. Короче, мы сейчас снова споем ее дуэт. Ты построила замок из песка, но почему она твои слезы с собою заберу? Плохо учила. Хочешь эксклюзив? Давай. Эксклюзив. Давай. Эксклюзив. Короче, эксклюзив специально для вас, товарищи. Давай. В общем, нам сейчас Кирилл споет куплет песни. Которая в оригинальной версии не существует. Вернее, существует эта версия, но ее я никому не покажу. В общем, вы можете это себе забрать на песню уже, на хит какой-нибудь. Можете забрать, а потом я с вами буду сладиться. Всем пока. Как я могла не повидаться вот с этой мадам, которая тоже пишет анкетка для друзей. Вот мы сейчас находимся на озере, чтобы я понимала, что типа Питер, но не Питер. Это Татарстан, это Казань. Ну давай расскажи быстренько, что нового? Все хорошо. Все хорошо? Учится вот у нас? Учусь, учусь, да. Песенки пишет, записывает. Когда альбом дать? В конце сентября. В конце сентября мы ждем. Давай расскажи, что нового за последнее время, пока мы с тобой везли? Я начала учиться. Погромче говорю. Покупаю вот вешалки. Молодец. Вот, что у меня нового? Я в Казане. У меня сидим с тобой, где Голубое озеро. Ну оно какое-то болото, заводь, конечно. Ну да, заводь, но это называется Голубое озеро. Пиши, моя лучшая подушка, это Дашулечка. Нет. Доброе утро. Все хочу рассказать в это доброе утро. Мы для себя недавно открыли супер дешевый штовый магазин, народный, который рядом с нами был. Мы год о нем слышали, ни разу туда не заходили. Недавно мы с Машей решили зайти. Место очень такое сумбурное, спорное. Там вот эта социальная тревожность чувствуется, прям страшно ходить. Но цены как бы ангельские. Недавно мы решили купить себе кофе, потому что у нас закончилось кофе, а без него жить ну нельзя, невозможно. Хотели купить сначала Якобс. Потом наши глаза пали на вот такое прекрасное доброе утро за 50 рублей. Я говорю, мне прям стрёмно. Мы сначала решили просто посмотреть, посмеяться, типа, ха-ха, 50 рублей, доброе утро, вообще что за фигня. Но каким-то боком мы решили купить это кофе зерновое. Кофе в зернах, слава нашему хозяину. У нас дома есть старая древняя советская кофемолка. Зерна. Немножко убавили. Сейчас мы перемолуем, перемолим. Вот что у нас получилось. Дальше у нас нет турки. Мы варим в такой кастрюле. Ну всё, дальше, мне кажется, уже понятно, да, чекаковочек подделается. И этот всё, и кипятим, и кипятим, доводим до кипения, и пьём, и наслаждаемся жизнью. Доброе утро, девочки. Пришла к Альвиночке, у меня опять пристановочка. Мы дозаписываем трек, который нужно было скинуть сегодня. Но я сказала, всё под контролем, всё хорошо. Мы даже ещё видос не писали. Я оставила ей, секундочку, рекорду, чтобы она хорошо записала звук. Она меня сейчас убивает и говорит, что она писала звук на айфон. Вот, смотри, как это было. Как это было. Профессиональная доказательность. Смотри, я буду ждать, это не всё. Я тебе сейчас покажу, сколько у меня было дорожек. Матери. Ох, ё-моё. Так, она мне показывает работу. Ты-ты. Давай ещё раз, давай ещё раз. Чуть раньше я сделала. Во. Всё, мы готовимся снимать клип. Клип снимаем вот на вот такой вот чудесный агрегат. А вот тут вот 8-9 мегапикселей. У нас, ну, кстати, говорит, что нас снимает прикольно. Мы сделаем в таком вот VHS-стиле, как это сейчас модно. Снимаем у этой стены. Наш бюджет. Это 22 рубля на проезд в комбине. И всё. Моменты жизни. Оп, я снова с вами. Сейчас я хотела немножечко прогуляться, заодно проверить свою почту. Мало ли, мне пришли платёжки ЖЭКа. Но мне пришло письмо от Натаси, чтобы вы понимали, мы с этим человеком, во-первых, не сделали баннер на YouTube и сделали аватарку. А сейчас мы с ней делаем обалденнейший сборник по Укулеле. Красиво. Он будет настолько красивый. Я не видела ничего красивого, чем это. Вот, правда, реально. Скоро выйдет, прям вообще на днях входит. Но мне пришло письмецо. Я прям в таком предвкушении. Я никогда в осознанном возрасте не получала писем. В таком предвкушении я прям волнуюсь. Так. Какая прелесть. Это, короче, открытка. Открытка. Кенесей. Кенесей. Это фотография, которую она сделала, видимо, на пленку. Да? Да. В июле того года. Блин, так прикольно. И тут идет ее стикер-пак, который он выпускал. Очень круто. Вы посмотрите на это. Сейчас, секундочку. Вам так видно? Вам видно? Скажите, что вам видно. Блин, прикольно. Мне прям очень нравится. Да, блин, а где нормальные вообще штативы? Я, чтобы вы понимали, снимаю из шкафа вам вещей. Привер, шкаф поставила. Самое время сейчас начать готовить голубцы. Я буду делать по рецепту именно, который мне скинула мама предварительно. Я не знаю, в интернете такие же или нет, но это самые лучшие голубцы, которые я вообще когда-либо ела. Для этого мы берем капусту, предварительно ее помыв. И мама сказала, что надо отрезать у жопки примерно 5 сантиметров, но я в математике не сильно. А отрезали, и сейчас нам надо поставить вариться капусту. Но у нас нет кастрюли, которая бы влезла. Кастрюлю я нашла. Не шипи. Пока у нас тут варится капуста, мы будем делать начинку. Перемешиваем фарш, лук поджаренный и рис. Солим, перчим по вкусу и все. И потом ждем, пока у нас как бы наша изюминка докипит. Вот такие дела. А на фоне мы смотрим Юлика. В общем, что-то пошло не по плану. И у нас осталось много капусты. И мы решили приготовить еще и зеливной пирог из капусты. Время 21.45, а мы только в самом разгаре. А еще мы смотрим друзей. Это мой любимый Чиндлер. Напишите в комментариях, кто вам больше нравится из друзей. Марии нравится Джо, Даши вроде нравится тоже Джо. У нас голубцы не доготовились. Вкусные. Они прям идеальные, правильные, потому что в них очень мало соли. А тут готовится наш, ой, кекс. Так пустый, но не красный. Дай мимо. Как я снимаю прям против солнца. В общем, привет, ребятня. Сейчас я иду в парикмахерскую подровнять немножечко кончики. Не знаю, что из этого получится, потому что, как всегда, если я прихожу в парикмахерскую, то это заканчивается чем-то кардинальным. В общем, увидим, что будет. По итогу получилось, что я теперь светлее. Первые в жизни, на самом деле, я красила волосы. Реально. Все эти 21 год я ни разу не красила волосы. Даже их не милировала, ничего с ними не делала. Я просто их стригла время от времени. И то я очень редко раньше ходила в парикмахерскую, потому что у меня были длинные волосы. Когда они отрастают, не так сильно видно. А когда у тебя короткая прическа, то вот эти вот бока особенно отрастают. Ты ходишь как грибочек. И, ну, типа не очень. Too much. Не о чем. Теперь я вот такого бомбического цвета. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам, а? Гарциозность-то какая, а? Да, мама, наверное, будет в шоке. У нас Динарочка, наконец-таки, тоже добралась. Нет, давай я как-то красиво сядю. Ну, давай красиво сядь. Давай, пип. А Динарочка тоже у нас пишет ангеты для друзей. Как тебе пока на данный момент? Я пока заполнила 43 вопроса. Почти половину. Какой пока сложный вопрос? Самый сложный вопрос, это про девиз. Мой девиз по жизни «Сдохни или умри». Можно узнать, что я слушаю Таркана. Без турецкой музыки я вообще не могу жить. В общем, ребятня, сейчас я пришла к Альбине отфоткать. Аккуратно. Короче, я же не зря подстриглась, чтобы отфоткать всю эту красоту, все это чудо. Потому что Альбина есть потрясающая стена, и Альбина сама по себе потрясающая. Чтобы был у нас красивый компенсационный инстаграм. А спонсор нашего промо для сборника «Альбина. Ее стена». Вы сейчас поймете, что мы делаем. Вот такие у нас посиделки перед уездом, отъездом. Заполняем анкетку «Друзей раз». Барон смотрит «Недобрым взглядом два». С какой стати? Вы меня извините. Я скандал такой ученю. Ребята, сейчас все проясню, объясню, что они творят. В общем, пришла я на тренировку в колене. Тренировочка прошлась. Сейчас они хотят снять какой-то видос при «Лучине». «Лучина раз», «Лучина два». Девочки, вы знаете, что такое «Лучина»? Начнем с этого. Нет, я не знаю. Ну, все видно, понятно, все. Сейчас будут нам танцевать что? Стрепуху, все понятно. Саундер, 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 саундер или духом? Давай, поясни за танец. Че будешь танцевать? На каблука. Ну, не пояснила, пояснила. Алина, ну че ты хочешь, когда у нас в ямки идут? Ну че, Алина, расскажешь, давай при «Лучине». О-о-о-о, это так круто, я так рада. Наконец у нас эти хрени появились. Я их столько искала, блин. Да? Кому-то надо было че-то розетку куда-то вставлять. Очень, ой, кошмар. Моменты в жизни. Ой, здрасте. Пришла, за лучшая душа приехала, приехала. Шуля, привет. Маша! Ладно, все, пошли, давай, заходи. Скажи, как в лагере, да? А почему так? Я не поняла, че со стеной? А че с моей сумкой? Тебе хомяки прогрызли. Что вот это мне это? А это луна грызла. Планировка очень странная, реально как в лагере. Сначала было ни о чемно. Сейчас я уже привыкла, и у меня все равно. В смысле? Что за кошка? А в смысле? Ты можешь ноты туда поставить. Че-то так, я не знаю, мне че-то вообще пока не нравится, девочки. Ты привыкнешь, да, что нам тоже не нравилось. Ну, а если тебе понравился мой видос, то можешь поставить свой лайк. Ну, а также не забудь написать в комментариях, как тебе этот выпуск. Может, в какой-то момент тебе понравился или не понравился. Или можешь вообще рассказать, как у тебя дела. Я все обязательно прочту и отвечу. Ну, а для всех любителей такого лайфстайла, у меня есть целый плейлист с моментами жизни на канале. Вот че-то он делает, то есть ли тут. Можешь на досуге посидеть, позалипать. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.